Всем привет! На днях мне принесли вот эту вот болгарочку. Кстати, болгарочка моя. Последний год работала на стройке. Сантехника, арматура, уголки, штрабление стен. Ручка, кстати, моего изготовления. Дело в том, что родная ручка немножко короче, чем надо. И палец в процессе работы может попасть под круг. Кстати, у меня такое уже было лет 10 назад. Нужно сделать профилактику. За целый год ни разу ее никто не почистил. Перед тем, как разбирать, нужно щеточкой хорошенько очистить. Что я сейчас и сделаю. Ну вот, немножечко почистил. Не работает фиксатор. Очевидно, маленько забился. Для начала снимем вот эту вот буксу. четыре винта. Аккуратненько снимаем. Чтобы песочек не попал вовнутрь. Вот он винтик. теперь должно разобраться. Я так думаю. Задний колпак сняли. Нужно ослабить вот эти вот пружинки и вынимить. Одна и еще одна. Ес. Ес. Вынимаем, да? И теперь вот эта фигня снимается. Теперь нужно вытащить якорек. Это у нас движочек. А как же снять якоречек? Коллекторчик. Как будто нормальный. Не выработанный. Хотелось вытащить якорек и посмотреть вот этот вот подшипничек. А вдруг он не разборной. Для начала нужно почистить. Маленько почистил. Теперь наверное вот здесь вот. Раз. Два. Три. И еще раз. Замечательно. Это у нас здесь шчёточки. Шчёточки. Это у нас контактики. А здесь у нас два винтика. Вот мы их сейчас вывинтим. Я думаю разберется. Раз. И еще раз. Тянем потянем. Вот так. Раз. Раз. А вот и заглушечка. Замечательно. Теперь нужно вытащить якорек. Но его держит подшипник. Сейчас попробуем прижать. Раз. Два. Три. Не туда и не сюда. что же делать. Что же делать. Попробуем пинцетиком. Раз. и вынули. Вот она. А как же вытащить подшипник? Загадка. Попробуем сделаем вот что. Мягкий металл. Алюмишка. чтобы не расколоть шестереночку. И вот так легонечко постукиваем. А не тут-то было. Небольшой ход есть. Немножко туда, немножко сюда. но вытащить нельзя. Выбивать не буду, потому как корпус пластмассовый. Мне кажется, что с обратной стороны подшипника точно такое же стопорное колечко. И мне до него не добраться. Этот подшипничек хороший. Разбирать не буду. Почищу. подшипник 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 придется разобрать и немножко почистить и смазать. Щеточки. Смотрим, в каком они состоянии. Нормальненькая. И это тоже нормальная. еще есть запас. Нужно всего лишь почистить. Что мы сейчас и сделаем. Ну вот, эту часть я прочистил. Стопор поставил на место. Теперь у нас редуктор. нужно разобрать аккуратненько, чтобы мусор не попал в середину. Аккуратненько вскрываем. Раз. Все чистенько. Все красивенько. вот вот эту смазку я заберу. Потом использую. Потому как фирменной смазочки у меня нет. и вот это вот. И немножко вот здесь. Теперь здесь нужно все почистить. Это у нас стопор. Редуктор я почистил. Эту часть снять не удалось. Вот этот диаметр больше, чем отверстие в корпусе. Здесь у нас подшипничек. Не в каждой болгарке такое увидишь. смазку я возьму вот отсюда. Раз и все. А это мы дадим сюда. поставим латунную прокладочку и соберем РС и ДУАС и закрутим вот эти вот винтики. Теперь займемся вот этим вот подшипничком. подшипник со смазкой так не вращается. Сделаем ревизию. Сняли заглушечку и что мы видим смазки нету. Сначала размагничу и промою. Это у нас керосин. В одном из своих видео я уже рассказывал как я прочищаю подшипнички. Сначала размагничаю потом керосинчиком потом крупной солью и промывается водой. после чего смазываю. Теперь смазываем подшипничек. вот так и немножко литола. литол 24 если смазать одним литолом то на больших оборотах подшипник будет греться. Это нежелательно. теперь можно собирать. Сначала соберу движок. Сначала вот эта вот деталь. теперь ставим статор вот так теперь одеваем заднюю часть как-то так или вот и вот так вот так и вот так отлично красиво. Теперь две эти части стянем при помощи вот этих винтов. Это раз и еще раз. Теперь нужно поставить щёточки. Вот они какие. раз и вот это вот фигуренька. Зажимаем. Всё. Класс. Так. Теперь вставляем всё это в корпус. Вписалось. Замечательно. теперь это ставим вот сюда. А стоп. Сначала выключалку. Выключалку. Вот эта часть напротив этого. запомнил. Так 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 нажимаем на кнопочку раз фигуренька. Опа. Фигуренька. Отличненько. теперь нужно натянуть вот эти вот пружинки. одна. Одна. Так. А где вторая? Вот она. Раз. теперь вставим вот эту фигуреньку. Это соединение с кабелем. Вот сюда подключается кабель силовой. Есть такое дело. И можно прозвонить. Так. Нет контакта. Теперь поворачиваем. Есть контакт. Отличненько. Теперь вот этот вот колпак. есть сюда саморезик и закрутим. последняя деталь редуктор. Так. удобно нажимать на кнопочку повернем ее вот так. Да. С руки. С руки. С сюда четыре винтика и можно прикручивать. Редуктор прикручиваю к пластмассовому корпусу. Поэтому у меня есть на эту тему один совет. Берем отверточку раз и вращаем в обратную сторону пока не услышим щелчок. О. Щелкнула. Попала на резьбу. Однажды эти саморезы резьбу уже нарезали в пластмассе. Поэтому желательно попасть на то же место. И еще один винт. Все. Агрегат готов к работе. теперь необходимо проверить. Подключаем питание. Вот такой разъем у КРСа. Чик. И включаем. Этот инструмент купил в 2002 году. 12 лет. А оно как малое. Всем кто на канале спасибо. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь. и всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...